МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О главных новостях недели поговорим в итогах на своём. Меня зовут Никита Шишков, и вот о чём пойдёт речь далее. Каким будет бюджет Ставрополья на будущий год? Разберём проект документа. Коечный фонд для больных коронавирусом вновь вырастет. И как Ковминводы будут привлекать новых инвесторов? Это если вкратце, ну а теперь к полному анонсу выпуска. После 40 всё только начинается. Старое здание Кочубеевской поликлиники получило вторую жизнь. Оценим перемены. Водителям Ставрополя помогут сэкономить время. Вокруг города построят новую объездную дорогу. Расскажем, где она протянется. И погоны, и кобура. Сотрудники полиции отметили профессиональный праздник. Само собой на службе. Мы отправились вместе с ними. И личное лето в теплице. Житель Ставрополя обустроил дома лимонный сад. Будем заряжаться витаминами. Мы начинаем. На этой неделе стало понятно, каким будет краевой бюджет грядущего года. В Краевой Думе уже готовят проект документа на 22-й. Предварительный вариант прошел публичное слушание в парламенте. Прямо на презентации правильно сверстанный бюджет сравнили с классической симфонией. И, мол, и там, и там все гармонично и на своем месте. Что ж, насколько приятной получится эта мелодия, узнаем уже в обозримом будущем. Но уже ясно, на что пойдет основная часть денег. Почти две трети всех расходов направят на медицину, образование и поддержку ставропольцев. Вторая по объему статья расходов в меры развития экономики региона. А остальные деньги – это реализация нацпроектов. В основном это дороги, это благоустройство, это образование, это школы, это ФАПы. Особенности медицинское направление и так далее. Так что еще дополнительные какие-то изменения в бюджете будут. Ну а теперь давайте разберем подробнее. Доходы краевой казны продолжают год от года расти. Теперь это 145 миллиардов рублей. Правда, прибыль не складывают в кубышку, а тут же пускают в дело. Расходы оценили в 151 миллиард. Дефицит бюджета назвали небольшим, и негативно повлиять на экономику края он не должен. Ну а теперь по пунктам. На сферу образования пойдут 32 миллиарда. На соцподдержку, вроде выплат ветеранам, многодетным семьям, покупку жилья сиротам и улучшение жилищных условий – почти 30 миллиардов рублей. Под содержание и развитие здравоохранения заложили около 13-ти. В том числе на переоборудование онко- и сосудистых центров. Поддержка бизнеса и развитие экономики обойдутся в 6 миллиардов. Бюджетные инвестиции в пользу округов края будут стоить 17 миллиардов рублей. Дорожный фонд перевалил за 12 миллиардов. Остальные статьи – это зарплаты бюджетников, поддержка местных инициатив и гранты поселениям края. Кстати, льготы и зарплаты в следующем году обещали проиндексировать. Минимальная оплата труда увеличивается, и необходимые средства в региональном бюджете и в местных бюджетах предусмотрены. По остальным категориям, которые не относятся к обозначенным выше, мы производим просто досчет. С учетом того, что с 1 октября текущего года их размер заработной платы увеличен на 3,6%. Отдельно отметили благоустройство городов и сел. В это вложат полтора миллиарда. Ремонт коснется местных дорог и подъездов к поселениям. А медицину будут развивать в сторону высокотехнологичной помощи. Теперь проект бюджета должен пройти через все думские комитеты, чтобы внести туда последние правки. Принять финальную версию документа парламент должен 25 ноября. Ну а у нас пока есть возможность ознакомиться со всеми доходами и расходами на сайте региональной думы. То, что растет соцподдержка и то, что деньги вкладывают в сферы, где их уже лет 20 ждут, не может не радовать. Край в условиях пандемии и финансовых трудностей продолжает находить деньги на важные вещи. Но бюджет регионов по-прежнему на львиную долю формируется из того, что в регион спустит Москва. Налоги по большей части минуют местную казну и сразу отправляются в центр. Поэтому у муниципалитетов и даже региональных властей остается совсем немного места для самостоятельных маневров. В маленьких городках и селах бюджет углав и вовсе расписан чуть ли не до копейки на зарплаты и обслуживание соцобъектов. Поэтому даже отремонтировать небольшую дорогу или спортплощадку поселение не может. А мэру приходится, что называется, ехать в центр и входить в какую-нибудь госпрограмму или нацпроект. Коронавирус тоже добавляет региону новых трат. В ближайшие дни в Крае развернут еще 312 коек для больных коронавирусом. Об этом рассказали на брифинге в правительстве региона. Дополнительное отделение создадут в третьей больнице Ставрополя, Краевом реабилитационном центре и больнице скорой медицинской помощи. Пока же действует более 5000 специализированных коек. Свободными остаются чуть больше 12%. Сейчас специалисты изучают варианты, как еще можно увеличить коечный фонд для пациентов с инфекцией. Вы знаете, что на высоте волны второй, волны пандемии, было 4209 коек. Сейчас мы увеличились еще на 1000 коек. Все понимают, что какой-то предел и кадровый ресурс, и коечный фонд. Есть определенные пределы, но тем не менее, по поручению губернатора, мы продолжаем разрабатывать схемы развертывания дополнительного коечного фонда. А вот школьники теперь болеют реже. Уже на третьей неделе каникул зараженных детей стало меньше, почти на 28%. В Минздраве отметили, болезнь сейчас редко протекает бессимптомно. Как правило, у пациентов проявляются признаки респираторных заболеваний в легкой, средней или тяжелой форме. Легче принести болезнь поможет прививочная компания. Они указывают в своих отчетах и количество процентов вакцинированных, и обязательные, строго соблюдаемые по медицинским показаниям медицинские отводы, потому что просто так медицинский отвод сейчас никто не даст. Каждый врач должен по телемедицинской консультации, по медицинскому отводу проконсультироваться с федеральным центром. И они отчитываются о переболевших. Вы помните, что переболевшие начинают вакцинироваться через 6 месяцев. Кстати, мы сами сходили в один из пунктов вакцинации и спросили людей, почему они решились на прививку. Камеру оператора не брали, сняли на телефон, чтобы получить максимально искренние ответы. Мы приходим на вакцинацию для того, чтобы прежде всего заботиться о своем здоровье и о здоровье своих близких, рядом с которыми мы находимся, о здоровье своих сотрудников. Это то, что все поправились дома, вся семья, и пришлось идти. От гриппа ты лечишься? Да. Ну и вот и лечись от этого. Ну вы тоже по таким же идеям с соображением пришли, да? Конечно. Интересно, что ответственнее всех к здоровью относятся старшие поколения. Похоже, после 40-ка все только и начинается. В Кочубеевском вторую жизнь получила медицинское здание, построенное еще в 80-е. После капитального ремонта в поликлинике стало светлее, просторнее и удобнее. Леонид Нечапуренко оценил перемены. Кочубеевскую поликлинику начали ремонтировать весной. Медиков временно перевели в другое здание бывшего местного завода. Оно не такое большое, условия оказались стесненными. Пациенты даже были вынуждены на улице ждать своей очереди на прием. Но работы продлились недолго, учреждение вновь открыто для посетителей, поэтому смело заходим внутрь. В регистратуре возле входа в коридорах и кабинетах ничего не указывает, что здание построили почти 50 лет назад. Тут все как новенькое. В день поликлиника обслуживает до тысячи пациентов, и они, похоже, довольны переменами. Ну, во-первых, внешний вид. Просто идеальный, идеальный ремонт. Вот. Ну и обслуживание, безусловно, обслуживание, да. И очередей нет, действительно. И удобное место расположения, банкеток, вот скученности нет, свободные коридоры. Участковый терапевт Анастасия ведет прием всего несколько месяцев. Пришла работать сразу после университета. И поначалу даже напугалась из-за неуютной обстановки и бытовых неудобств. Но стоило немного потерпеть, и трудовая жизнь наладилась. В новом здании работается легче, и настроение выше. Была старая мебель, некомфортно было себя там ощущать и принимать пациентов. Теперь перешли сюда, здесь очень уютно, комфортно, цивилизованно. Строители заменили коммуникации, обновили полы и крышу. Многие коридоры и проемы стали шире. Теперь здесь без проблем можно передвигаться на коляске или просто соблюдать такую важную сейчас социальную дистанцию. На этажах прошла перепланировка для удобства пациентов и врачей. Мы выделили отдельно отделение медицинской профилактики, отделение детское, детское, отделение женской консультации. И постарались так, чтобы для удобства пациентов, допустим, терапевты у нас там находились на одном этаже, узкие на другом. И остальные детская консультация на втором и женском. Работы прошли в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. Кочубеевская райбольница в этом году получила из регионального бюджета 90 миллионов рублей. Хватило не только на ремонт поликлиники. Обновились Ивановская участковая больница, Надзорнинская амбулатория, фельдшерские пункты в Харьковском и Стародворцовском. Для учреждений закупили новую мебель и медицинские автомобили. Продолжится программа и в следующем году. В Кочубеевском ждут еще 43 миллиона рублей из краевой казны. Их используют, чтобы медицина даже в небольших и отдаленных населенных пунктах стала современнее и доступнее. Леонид Нечапуренко, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Улучшить инфраструктуру должен и частный капитал. Курортные города Ковмедвод станут особыми экономическими зонами. Инвестплощадки разместят в Песегорске, Ессентуках, Кисловодске и Железноводске. Перемены позволят привлечь бизнес в развитие социальной и туристической инфраструктуры. Об этом говорили на совещании в правительстве региона. Край подготовит для инвесторов земельные участки, проведет коммуникации и предоставит налоговые льготы. За счет этого должен сильно вырасти гостинично-санаторный фонд курортов. И это даст городам новые рабочие места. Реформы входят в программу комплексного развития КМВ, которую ранее подписал премьер Михаил Мишустин. Мы предполагали развитие пяти новых инвестиционных площадок, на которых как минимум мы должны сформировать с вами коечный фонд больше 23 тысяч. Для того, чтобы реализовать этот проект, мы приняли решение отдельную группу в нашей корпорации развития Ставропольского края выделить по созданию данных экономических зон. А у краевого управления МВД новый руководитель. По указу президента полицейское ведомство возглавил генерал-майор Андрей Мишагин. Его личному составу представил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев. По сообщению официального представителя МВД Ирины Волк, в органах полиции Андрей Мишагин работает около 30 лет. Переявили его на Ставрополье из Ульяновской области. Там Мишагин также возглавлял региональное управление МВД. Кстати, на этой неделе отметили День сотрудников органов внутренних дел. Свой профессиональный праздник полицейские провели, как и всегда, на службе. С чего начинается День сотрудника полиции? И как они ежедневно делают нашу жизнь безопаснее? Виктория Шкальная провела день в дежурной части. Увезли в неизвестном направлении. Внимание, передвижные экипажи батальона. По данному факту вводится план перехват. На часах 6.30 утра, а у сотрудников ДПС уже срочная операция. Времени на раздумья нет. Экипаж сразу выехал на место ЧП. Координирует работу полицейских целая команда сотрудников дежурной части. Здесь же трудовой день и начинается. С утра выдача оружия, боеприпасов, спецсредств, радиостанций. Дозоры осуществляются, выдача дозоров. Далее проходит развод. В 7 часов утра начинается развод, где ставятся цели, задачи личному составу. Круглосуточный сбор информации полностью на территории города Ставрополя. Что творится, где, что произошло. Мобильные наряды сразу выезжают, смотрят обстановку, докладывают дежурную часть. Следят и за машинами. В Ставропольской дежурной части за это отвечает Николай Завьялов. Каждый служебный автомобиль должен выйти на пост без поломок. После развода сотрудники садятся в патрульные машины, выстраиваются и я провожу технический осмотр. То есть проверяю исправность СГУ, всех световых приборов. Если у них все в порядке, то они выезжают на линию. Иногда бывают такие ситуации, когда требуется преследовать транспортные средства. Поэтому наши должны быть в исправном техническом состоянии, чтобы не произошли никаких ситуаций, ДТП и всего остального. Важно, чтобы исправным было и все остальное оборудование. Оружие, рации и специальные средства наблюдения. Это видеорегистратор, носимый для инспектора ДПС. Называется «Дозор». То есть с помощью его он ежедневно несет службу, все контролирует, все записывается. Уже больше 20 лет Николай Завьялов трудится в госавтоинспекции. Ежедневная работа с машинами сильно повлияла и на хобби. Николай занимается мото- и автокроссом. Любовь к активному виду спорта привил и своей семье. Занимаюсь я эндуро-спортом, как бы эндуро-кросс. С толпой единомышленников выезжаем куда-то в горы, куда-то там по пересеченной местности, по бездорожью. Дети как бы тоже к спорту приспособлены. То есть они там катаются тоже на квадроциклах, на мотоциклах. То есть они очень любят с нами как бы все эти виды спорта. Мне сильно жена помогает в этом. То есть она занимается детьми полностью. Поэтому сейчас она на работе, поэтому иногда мы выходим сами погулять. Детям передалась не только страсть к технике. В семье Николая уже растет будущий сотрудник ДПС. С полицейским. А почему? Потому что у них есть такие клевые машины. А на машинах мигалки. Ты хочешь как папа быть полицейским? Да. Свой профессиональный праздник Николай, как и многие сотрудники, проведет на службе. Все ради нашей общей безопасности. Ведь она не знает выходных. Виктория Шкальная, Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение. Ну что ж, это была только первая часть выпуска. Но впереди еще немало интересного в эфире. Итоги на своем. И вот почему стоит остаться с нами. Водителям Ставрополя помогут сэкономить время. А вокруг города построят новую объездную дорогу. Расскажем, где она протянется. Все на дно. В Георгиевске провели аттестацию водолазов-спасателей. Примерим на себя специальный акваланг. И личное лето в теплице. Житель Ставрополя обустроил дома лимонный сад. Будем заряжаться витаминами. Мы продолжаем. В Ставрополе планируют построить новую объездную дорогу. Она должна протянуться на 18 километров от выезда из города. У села Верхнерусского. До улицы 45-я параллель. Подготовить проект стройки поручил губернатор Владимиров. На совещании в правительстве региона. Дорогу вокруг города продолжат с прицелом на вырост. Предварительная стоимость около 8 миллиардов рублей. Дорога должна быть с перспективы расширения до 6 полос. Выполняем мы ее в 4 полосах. Понятно, она должна быть с освещением. Понятно, с канализационными отводами. Понятно, что и с правой, и с левой стороны должны идти трехметровые тротуары и трехметровые велодорожки. А еще в следующем году на Ставрополье пройдут масштабные жилищные обновления. Планируется увеличить число многоквартирных домов, в которых проведут капремонт. Об этом сообщил министр ЖКХ региона Роман Марченко. Так, если в этом году в план вошло 340 многоэтажек, то в 22-м их будет 1198. На эти цели предусмотрено почти 4,5 миллиарда рублей. Ремонт проведут региональные операторы и владельцы специальных счетов. Ну а что касается ветхого и аварийного жилья, то программу переселения из таких домов расширят. Задачу поставил губернатор Владимиров на совещании в правительстве. Здания с износом более 70% обследуют еще раз. И в случае необходимости их жильцам предоставят новое жилье. К слову, до 2025 года новоселье должны отметить почти 2500 ставропольцев по всему региону. А в уходящем сезоне новые ключи получат 387 жильцов старого фонда. Но теперь к другим темам. Журналисты своего ТВ отправились в Георгиевск, где прошла аттестация у водолазов-спасателей. Самая интересная и сложная часть тренировки – практическая. Как справляются с ней участники и почему опуститься на глубину – все равно, что выйти в открытый космос. Сейчас Шамиля Ибрагимова обо всем по порядку. На построение спасатели становятся с бодрым настроем. С утра светит солнце, а для тех, кто будет погружаться в воду – это хороший знак. Но это потом. Сначала теория, своего рода ЕГЭ. Телефоны и шпаргалки строго запрещены. Впрочем, для тех, кто давно в профессии, неожиданных вопросов в тестах нет. Мы их знаем, каждый учимся, повторяем. Так что сложного ничего не было. Тех, кто с теорией справился, допускают к практике. Первыми ко входу в воду готовятся хозяева – спасатели из Георгиевска. Водолаз в спуску готов. Этот водолаз сотни раз бывал на дне. Однако, не пробыв и минуты под водой, вдруг всплывает вверх. Без паники, просто чтобы подать сигнал. Все хорошо, плыву дальше. Проверял. Миссия у него – найти условного утонувшего за короткое время. Деревянный манекен спрятан под водой, метрах в 30 от берега. Подводит спасателей видимость. В этом озере она почти нулевая. Поиски проходят почти на ощупь, но с берега ему помогает команда. Это и обеспечивающий, и страхующий водолаз и руководитель. Усилия каждого важны. И вот водолазная команда успешно справляется с операцией. Манекен найден. Водолаз Александр в профессии 15 лет и знает, как бы тяжело не было сейчас, в реальности все гораздо сложнее. Особенно психологически. Самое сложное – это поиск для ребенка. Самое сложное – вот это. Потому что не то, что физически, а просто морально. Потому что все-таки взрослый – это взрослый, а ребенок – это ребенок. Прежде чем идти под воду, если подготовить к этому, дыхательные упражнения делаешь, потом себе старайся морально немножко успокоить. Чтобы понять, как тяжела работа водолаза, стоит хоть раз примерить его снаряжение. Я решила прочувствовать участь водолаза на себе. Ведь говорят, что работа у покорителя глубины такая же тяжелая, как у космонавта. Ну что, одеваемся дальше? Костюм надевать – целая проблема, но еще сложнее после. И дышать, и находиться в тяжеленном наряде. Он невероятно тяжелый. На мне аквалан, который весит больше 22 килограммов. Болты каждый по 9,5 килограммов. Световый ремень – 10 килограммов. И на мне снаряжение весом около 50 килограммов. То есть примерно столько, сколько вешу я сама. Говорят, что в воде это не ощущается. Но я, пожалуй, это проверять не буду. И без погружения в воду я понимаю, водолазам приходится ой как непросто. А ведь они так круглый год. Ищут пропавших людей, разыскивают вещдоки и вытаскивают машины со дна. А на постоянных тренировках спасатели учатся быстрее выполнять поставленные задачи. Мы должны убедиться, что эта водолазная группа работает правильно, не нарушает меры безопасности, не подвергая свою жизнь опасности при выполнении этих задач. И тогда мы везде в документах ставим, что эта водолазная группа готова к выполнению задач по предназначению. Подобные аттестации пройдут все водолазы края. Но и нам, и самим спасателям хочется верить, что отрабатывать навыки они чаще будут на тренировках, а не в реальной жизни. Джимиля Еврагимова, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. Вот уж работа действительно тяжелая физически и выматывающая морально. Не представляю, каково это постоянно держать в голове не только служебную задачу, но и все нормы техники безопасности. Понятно, что у профи все это отработано до рефлексов, но профессия точно не для всех. Ну и для такого ремесла нужно крепкое здоровье. Переходим к фруктово-витаминным запасам. Сочные лимоны выращивают в Ставрополе, несмотря на снег и мороз. Островок тропического тепла находится в мини-теплице героя нашего следующего сюжета. Так что этот мужчина явно не огорчился приходу холодов. Джимиля Еврагимова сначала сняла водолазный костюм, ну а потом отправилась в страну цитрусовых. Выпал снег на улице везде, вот видите, преждевременный, будем говорить. А мне нравится вот эта красота земная, когда все цветет и зреет. Когда на улице бушует холода, пенсионер Валерий Николаевич сбегает в лето. Оно живет здесь, в теплице, которую мужчина собственноручно соорудил. Заходите же и вы, в его личных тропиках хорошо растут лимоны. Вот это лимонарий мой, мое хобби. Вот это мне нравится. В маленькой теплице каких только лимонов нет. Вот здоровяк размером с кулак. Даже ветка под его весом немного согнулась. Это гибрид грейпфрута и лимона. Горьковато, кислый на вкус. Вот он красавец какой. Ну самый великолепный был 950 арам. Сейчас они еще не набрали тот размер и объем. На соседней ветке висит комнатный мэйр. Название может и незнакомое, но на самом деле это привычный нам лимон. Похоже на тот, что мы покупаем в супермаркетах. Но магазинам до домашних, конечно, далеко. Если есть эти лимоны, покупные никто не ест. Почему? Потому что эти лимоны намного вкуснее, чем вот эти все импортные. Секрет такого успеха вовсе не секрет. Валерий Николаевич говорит, в домашних лимонах просто нет химии. Да и не нужна она там. Чтобы получить вкуснятину, всего-то и надо, что вовремя опрыскивать цитрусы, пропалывать, давать им нужную влажность и поливать. Значит, лимон не любит хлорную воду. Поливать нужно только дождевой водой. Или обыкновенную скрановоду. Двое суток, чтобы она от хлорки освободилась. Тогда можно поливать. Валерий Кукланов много лет работал виноградарем на востоке края, в Левокумском округе. Но всегда грезил о своем цитрусовом рая. И была, не была, все-таки решился открыть страну лимонию. Пусть маленькую, зато свою. Один ежиками увлекается, другой там змеями. Третий бегемота в комнате держит. А мне нравится вот лимоны, когда они цветут, когда они зреют, особенно в зимнее время. Для Валерия Николаевича в первую очередь радостно то, что дети и внуки лакомятся плодами цвета солнца. Хотя, по правде, цитрусовод готов угощать полезным урожаем всех, кто заглядывает в его мини-теплицу. Кстати, добродушный хозяин угостил меня цитрусовым со своей теплицей. Так и сказал, пей чай с лимоном на здоровье. Пожалуй, последую его совету. Надо разрезать долечку. Запах просто обалденный у лимона. Добавлю его к себе в чай. И, следуя советам, буду пить чай с лимоном на здоровье и для здоровья. Джимиля Ибрагимова, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение. Ну что ж, такой запомнится нам уходящая неделя. В эфире были итоги на своем. Меня зовут Никита Шишков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин